Следующее высказывание. Рафнахман говорит, что Маноах был простолюдином. Ама-Арыц невежественный человек, так можно перевести. Ибо написано, и пошел Маноах за своей женой. Мы видели выше, что нельзя идти за женщиной вообще никоим образом. Потому что это какой-то невероятный соблазн. Поэтому за женщиной ходить нельзя. И только простолюдин, необразованный человек мог себе это позволить. Например, как Маноа. Там сказано, что он пошел за своей женой. Давайте посмотрим. Это 13 глава, 11 стих Шов Тим. Книги Судьи. Значит, Маноах мы помним. То есть Маноах – это персонаж, с которым связано рождение Шимшона. Шимшон – наш знаменитый герой, которым, как Писание говорит, дух Господень на него сошел. И сила которого была в волосах, если вы помните. И он крушил врагов Израиля на право и на лето. Так вот, перед тем, как он был рожден, его мать была как бы бесплодна. И вот молился Маноа Господу и просил. Прошу тебя, Господь, человек Божий, которого посылал ты, пусть опять придет к нам и укажет нам, что нам делать с мальчиком, который должен родиться. Потому что, на самом деле, его жене является ангел и говорит о том, что она зачнет и родит сына. И говорит ей, кроме всего прочего, сегодня мы как раз об этом говорили, он говорит, этот ангел ей, не пей вина или шейхара, то есть алкогольного напитка, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва, да не коснется головы его, потому что он назиром будет от самого его чрева. Вот это назарейство, о котором мы сегодня говорили, этот шимшон должен родиться и быть назиром изначально. И поэтому даже его мать не должна пить алкогольные напитки и вино. И она рассказывает это своему мужу Моноаку, он, значит, дальше спрашивает, что делать и так далее. И в 11 стихе этой главы говорится, и встал, и пошел Моноак следом за женой своей, и пришел к тому человеку и сказал ему, ты ли тот человек, который говорил с женщиной этой? Ну, мы, конечно, можем понять, что он пошел следом за женой, и не обязательно в буквальном смысле, что она шла, а он за ней. Но поскольку здесь сказано Ахары, что за женщиной, то есть можно понять это и так, и эдак, значит, Раби Нахман говорит, что если понять это все-таки так, что он шел действительно буквально за своей женой, то он, наверное, был необразованным человеком, потому что образованный человек за женщиной не ходит, и за женой в том числе. И в этого Раби Нахмана атакует другой Раби Нахман, сын Ицкак. А что ж ты можешь сказать по поводу Элькана? Элькана – это у нас другой, отец другого, как бы героя, да? Героя, которого родила Хана, то есть Шмуэля, пророка Шмуэля. Там та же самая история, она тоже была бесплодна, да, Хана. Мы много читали как раз, кстати, про ходу молитвы Ханы, но играла там очень важную роль. Сейчас не будем, наверное, к этому возвращаться, может быть, чуть позже об этом расскажем. И Элькана – это тоже отец вот этого будущего ребенка. Про него тоже сказано, что он пошел, то есть выражение то же самое, воелих Элькана, хре и шту. Вегабэ Илиша дихти воякам, воелиха хореа. А по поводу Илиша, а Илиша – это вообще у нас пророк, пророк Илиша. Так что ж, про Илишу тоже скажем, что он невежественный, да, про Илька, ну, скажем, что он невежественный человек, про Илишу скажем, что он невежественный человек. Гахи гама хореа. То есть что мы скажем? Дихти воелиха лькана ахарейх. Что вы говорите? Габэ Илиша дихти воякам и леха хореха. Ахинами ахареа мамаш. Неужели на самом деле за ней? Неужели Илиша мог пойти вслед за женщиной? Ведь это запрещено. Эла ахарей дварега ве ахарей ацата. Нет, нужно понимать, это так, что он не буквально за ней пошел, а послушался ее совета, да, последовал ее словам. В этом смысле, то есть в буквальном смысле, он не шел за женщиной, Илиша уж точно, Илькана, наверное, тоже. Но тогда и монох, про моноха мы тоже самое можем сказать, что он не буквально за ней пошел, а как, собственно, следует из контекста, что он пошел с ней, ну, в смысле, за ее словами. Ахинами ахарей двареа ве ахаре ацата. Ну, нормально, да, решили этот вопрос, то есть вот это мнение, что монох был невежественным, отвергли, потому что, в принципе, само выражение, что он пошел за ней, можно понять, как за ее словами и за ее советы. Амара Фаши, дальше Рафаши говорит, И то, что этот Рафаши говорит, ну, Рафнахман, как мог Рафнахман сказать такое про моноха, когда даже дети знают прекрасно, что за женщиной идти нельзя. И приводится стих, который подтверждает, что нельзя идти за женщинами. Ведь есть явно стих, где сказано, что вот встала Рифка и ее девушки, и сели они на верблюдов и пошли за человека. Ну, то есть имеется в виду за Элизером, который пришел как раз, чтобы сватать Рифку, чтобы она стала женой Цхакой. Было лифне Аиш, а не перед человеком. То есть нам Рафаши хочет сказать, что вообще любой ребенок прекрасно знает, даже маленькая Рифка, сколько там ей было, мне кажется, было три года в тот момент, даже она понимала, что нужно идти за мужчиной, а не перед мужчиной, потому что мужчина не должен идти за женщиной. И дальше приводится высказывание, которое мы сегодня уже не проанализируем, как и весь этот отрывок, то есть мы его проанализируем в следующий раз, но само высказывание я прочитаю, потому что оно удивительное. И оно уже встречалось у нас в трактате. Сказал Раби Йоханнам. Это высказывание Раби Йоханнам, знаменитое. Он говорит, лучше идти за львом, нежели за женщиной. Лучше идти за женщиной, чем за идолопоклонством. И лучше идти за идолопоклонством, чем за синагогой в тот час, когда сообщество молится там. Какая-то удивительная штука, правда? То есть если мы читаем это по-простому, ну, как некую иерархию того, зачем ходить не надо, то получается какой-то, ну, ошеломляющий смысл, что самое худшее – это синагога, в которой молится большое количество людей. мы в следующий раз попробуем это понять. Я сразу же скажу, чтобы вы не оставались в таком обескураженном состоянии, что здесь можно, конечно, понять, и это так и понимают все комментаторы, иначе, что есть такой закон, что нельзя не заходить, наоборот, в синагогу, а оказаться позади в тот момент, когда там происходит в синагоге молитв. То есть контекст этого высказывания в другом месте, в трактате «Брахот» тоже, на восьмой странице, там говорится о том, что человек не должен ходить за синагогой, особенно, когда там молятся люди. То есть он должен тогда зайти внутрь и там молиться. Но сама формулировка вот эта, которая здесь, само построение фразы, оно удивляет тем, что вот это слово «ахарей» оно оказывается ну, ну, усмысленным. То есть лучше оказаться за львом, чем за женщиной. Лучше оказаться за женщиной, чем за идолопоклонство. Но в том смысле, что мы только что видели, что вот это можно пойти за женщиной, можно пойти в соответствии с ее словами, да, или в соответствии с ее советом. И тогда получается, что идти за идолопоклонством, это не буквально физически идти, да, а это в смысле увлечься идолопоклонством. А вот с синагогой, наоборот, нельзя оказаться сзади, сзади того собрания людей, которые молятся. То есть вот такое вот сложное использование этого слова хорей здесь, оно, конечно, может немножко сгладить остроту этого высказывания, потому что, если его читать по-простому, получается, что самое худшее, что может быть, это как раз синагога, наполненная молящимися. Субтитры создавал DimaTorzok